Анастасия Никитина Мы знаем, что из тех людей, кто зарегистрировался, есть и студенты ветеринарных вузов, и есть молодые врачи. Поэтому мы, наверное, какую-то часть времени посвятим особенностям анатомии и физиологии птиц. И в первую очередь тем моментам, которые важны для нас, как для анестезиологов. Конечно же, мы с вами немножечко посмотрим на особенности строения органов дыхания у этих животных и на особенности метаболизма. Именно на те, обратим внимание, которые важны нам. Ну, начнем мы с верхних дыхательных путей. Давайте посмотрим. Вот здесь мы с вами видим двух птиц. И вот это вот гортанная щель. Обратите внимание, то, что у птиц гортанная щель не закрыта над гортанником, как это мы с вами можем видеть у млекопитающих. И находится в основании языка. Это для нас очень удобно, как для анестезиологов, потому что мы можем очень легко без всяких дополнительных приспособлений увидеть гортанную щель. И можем установить эндотрахеальную трубку. Что касается, так сказать, физиологического значения всего этого, то если мы представим, что птица закрыла клюв, то задние носовые ходы хааны оказываются прямо непосредственно над входом в гортанную щель, что позволяет воздуху поступать по пути наименьшего сопротивления. И это очень важно для животных, которые приспособлены к полету и ведут такой образ жизни. Надо иметь в виду, что у некоторых видов птиц достаточно тяжело будет достать язык просто руками. Например, вот у попугаев он очень плотный и иногда его удержать просто рукой бывает трудно. Есть специальные пинцетики, языкодержатели, которым удобно этот язык отвести для того, чтобы увидеть гортанную щель. В общем, повторюсь еще раз, животное очень удобное для эндотрахеальной интубации. На следующей картиночке мы можем посмотреть строение трахеи у разных видов животных. И в первую очередь давайте мы с вами обратим внимание на то, что у всех птиц трахея имеет замкнутые хрящевые кольца. Вот по сравнению с нашими млекопитающими пациентами. Для чего это нужно? Это очень усиливает каркасную функцию трахеи. Это очень важно для животных, которые проводят достаточно много в полете. И для животных, у которых очень подвижная шея. Поэтому замкнутые хрящевые кольца и, так сказать, для нас, как для анестезиологов, имеют довольно-таки важную роль. Мы об этом поговорим позже. Но дело в том, что трахея такая не способна растягиваться. Соответственно, давление, обтурирующей манжеты, если мы используем манжету изнутри, может очень серьезно повредить стенку трахеи. Это всегда надо помнить. Кроме того, у многих птиц с длинной шеей или вот с такой вот изогнутой длинной-длинной певчей гортанью имеется физиологическое мертвое пространство. Вот эта вот все, вся эта длина, конечно же, она никак не вовлечена в газообмен. Ну, птица компенсирует, когда птица в сознании, птица компенсирует это мертвое пространство. Но когда у нас каким-то образом угнетена дыхательная функция, то, конечно же, это может повлиять негативно, и нам нужно эти моменты учитывать. Есть также видовые отличия, такие анатомические, довольно-таки важные у некоторых птиц в строении трахеи. Так, например, у некоторых видов южноафриканских пингвинов имеется так называемый септум-перегородка, которая начинается от бифуркации и поднимается вверх, разделяет трахею на две параллельные как бы части. Притом, те птицы, которые обладают этим септумом, имеют разную длину этой перегородки. У кого-то она 0,5 см, у кого-то даже 1,5 см. Практически получается, что от бифуркации на 1,5 см трахея разделена на двое. Мы должны знать об особенностях таких пациентов, потому что если мы собираемся с вами интубировать, если трахея короткая, и если имеется вот такая перегородка, то мы имеем шанс интубировать 1 бронх, соответственно, это будет не очень хорошо, либо даже потравмировать этот септум. Поэтому вот надо знать, если вы первый раз встречаетесь с таким животным, посмотрите анатомические особенности и их учитывайте. Есть также у, например, страусов эму и у некоторых видов водоплавающих птиц. анатомически есть вот такая вот щель сквозная с вентральной поверхности трахеи. Она располагается в нижней трети и открывается под кожу. Вот здесь вот с вентральной поверхности шеи. Ну, это дополнительный, так сказать, аппарат для издавания звуков. Но для нас, как анестезиологов, которые, например, собираются проводить вентиляционную поддержку или искусственную вентиляцию под положительным переменным давлением, понятно, что часть потока, который будет поступать в трахею, может стравливаться через эту щель под кожу, ну и, соответственно, ухудшать нам показатели вентиляции. Поэтому, если такая имеется анатомическая особенность у вашего пациента, можно использовать специальные бандажи, которые накладываются на вентральную часть шеи, таким образом перекрывая вот эту вот щель. Давайте теперь пойдем ниже, к легким. Вспомним, как они устроены у птиц. Кстати говоря, на рентгеновском снимке, если мы с вами посмотрим, то легкие у птиц занимают очень-очень маленькую площадь по отношению всей целомической полости. Начинаются они вот здесь, от входа в грудную часть целома и заканчиваются примерно на краниальном полюсе почки. Вот, собственно, вот здесь, вот в этом месте располагаются легкие. Они жестко фиксированы к ребрам и к позвоночному столбу и практически нерастяжимы, потому что они имеют совершенно разное строение по сравнению с млекопитающими. В них отсутствуют замкнутые альвеолы. И все, что представляют из себя эти легкие, это миллионы тончайших трубочек, называемых паробронхами. Эти трубочки, в свою очередь, оплетены капиллярами. И вот в этих самых трубочках и происходит газообмен. Мы потом посмотрим, как это все выглядит. Ну и, конечно же, у птиц имеются такие замкнутые полости под названием воздухоносные мешки. У большинства птиц их 9 штук, при этом 4 парные. И один из них непарный, межключичный. Остальные расположены симметрично. Это у нас называется абдоминальные воздухоносные мешки. Дальше идут два грудных, краниальные и каудальные. Ну и еще есть парные шейные. Мы должны с вами обязательно знать об этих мешках, потому что мы потом посмотрим, какие манипуляции можно проводить, вот учитывая такую анатомическую особенность. Ну и вообще, циркуляция воздуха в дыхательной системе птиц очень-очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть у млекопитающих. Давайте попробуем посмотреть на эту картиночку. Здесь, правда, сложно разобраться, но я вам потом гифку дам, там будет все попонятнее. Воздух поступает в трахею, спускается ниже. И вот здесь, если мы с вами внимательно посмотрим, мы увидим так называемый главный внутрилегочный или интрапульмонарный бронх, по которому основной поток воздуха при вдохе поступает в каудальные воздухоносные мешки. И небольшая его часть все-таки сразу же поступает в паробронхи, то есть туда, где происходит газообмен. При выдохе сокращаются каудальные воздухоносные мешки, и вот этот основной объем воздуха, который птица вдохнула, поступает из этих каудальных воздухоносных мешков опять же в паробронхи. А при следующем вдохе, когда здесь закончился газообмен, этот воздух попал в краниальные воздухоносные мешки, а при следующем выдохе вышел. В общем-то, многие физиологи делят акт дыхания птиц на 4 такта. Считается, что они дышат в 2 вдоха, в 2 выдоха, что делает их вентиляцию и, соответственно, их газообмен максимально эффективным. Значит, на самом деле, как я вам сказал, трудно было, наверное, понять по картинке, но вот здесь мы видим легкие млекопитающие гомосапиенсы, и здесь совершенно нам понятно прекрасно, что основной газообмен происходит в момент окончания вдоха, когда наши с вами альвеолы растягиваются и наполняются свежим атмосферным воздухом. Что же происходит у птицы? Вот смотрите, желтенький – это воздух, обогащенный кислородом, который птица вдыхает из окружающей среды, поступает, видите, при вдохе одновременно и в каудальные мешки, и в парабронхи. И, соответственно, при каждом такте получается, что воздух постоянно циркулирует вот в этом направлении по парабронхам, и, соответственно, происходит практически непрерывный процесс газообмена. Что очень важно для таких животных, как птиц, потому что у них очень интенсивный метаболизм и потребность клеточная в кислороде очень высока. Вот так устроила их природа. И не только на самом деле ток воздуха, именно как он там циркулирует по этим парабронхам, влияет на эффективность газообмена, но и строение самого парабронха, он настолько узенький, что если сравнивать его, даже самый большой парабронх, с самой маленькой альвеолой млекопитающего, то он имеет диаметр в несколько раз меньше самой маленькой альвеолой млекопитающего. И за счет вот такого вот маленького диаметра парциальное давление газов в этих трубочках очень большое по сравнению с тем, что происходит в альвеоле. А чем больше парциальное давление, тем, соответственно, быстрее происходит и эффективнее происходит газообмен. Кроме того, у большинства птиц 70, иногда больше процентов вот эти парабронхи имеют такое анатомическое строение, что воздух в них может поступать только в одном направлении, то есть сзади вперед. А сосуды, которые оплетают эти парабронхи, анатомически располагаются так, что кровоток идет в противоход воздушному потоку, что еще усиливает скорость перехода молекул кислорода и СО2 из крови в эти самые парабронхи. Если сравнить с млекопитающими, то есть результаты аллометрических уравнений, то есть различных физиологических функций у разных животных в зависимости от их размера и массы. Если мы сравним, например, сходных по размеру и примерно по массе млекопитающих и птицу, то будет видно, что потребность кислородия у птицы выше, но при этом минутная вентиляция и частота дыхательных движений у птиц ниже примерно в 2,5 раза, чем у млекопитающего сходного размера. Мышь дышит значительно чаще, чтобы как-то обеспечить себя кислородом. А птица за счет высокого дыхательного объема, который обусловлен наличием воздухоносных мешков и за счет вот такого интенсивного газообмена в паробронхах может позволить себе дышать гораздо реже и, соответственно, тратить на это меньше энергии. Здесь, вот в этой табличке, если вы посмотрите, представлены показатели газа в крови, которые были экспериментально получены у птиц, которые дышат атмосферным воздухом, находятся в сознании и в спокойном состоянии. Парциальное давление кислорода 93-100 мм тут, но столба не путать с сатурацией. Это не сатурация, а это истинная концентрация кислорода в крови. Концентрация СО2 от 27 до 35, вы можете заметить, что она несколько ниже, чем у млекопитающих. И PH отличается. PH крови 7,45-7,5. Если мы будем говорить о сердечно-сосудистой системе, то для нас, как для анестезиологов, наверное, здесь важно то, что за счет, опять же, вот этих аллометрических уравнений стало понятно, что относительный размер сердца у птиц больше, чем у млекопитающего соответственного размера, то, опять же, понятно, что и ударный объем, и сердечный выброс у птицы больше, чем, опять же, у млекопитающего сходного размера. Птицы имеют более высокие значения среднего артериального давления по сравнению с млекопитающими. Что касается систолического артериального давления, то оно может варьировать у разных видов в спокойном более-менее состоянии от 110 до 250, диастолическое артериальное давление от 70 до 150. Частота сердечных сокращений, конечно же, очень варьирует в зависимости от вида и может колебаться от 100 до 150 до 1000 с лишним. Поэтому тут, конечно, когда вы смотрите норму, вам нужно, конечно же, ориентироваться по тому виду птицы, с которым вы собираетесь работать. Ну и иннервация внутри сердца представлена такими нервными волокнами, которые, ну это экспериментально было доказано, имеют более высокую чувствительность к воздействию катахоламинов. Соответственно, ну отсюда можно сделать вывод, что птицы более чувствительны к стресс-фактору, да, и что может сопровождать, например, какой-то хронический болевой синдром и выброс катахоламинов постоянный может приводить к сердечным аритмиям. Поэтому, да, у этих пациентов очень важно следить за стресс-факторами и за контролем болевых ощущений. Температура тела. Ну, скажем так, это, наверное, единственная из теплокровных, у кого температура тела в норме может достигать 43 градусов. Вот здесь приводятся данные у разных птиц от 39 до 43. При этом надо помнить, что у птиц, особенно у маленьких, которые к нам чаще всего приходят в клинике, очень высокий коэффициент массы тела по сравнению с поверхностью тела. А такие животные с таким коэффициентом очень-очень склонны к теплопотерям. И если мы говорим об анестезированном пациенте, ну вот опять же в эксперименте было доказано, что у голубя, который подвергался ингаляционной анестезии изофлораном, без всякого обогрева, за 30 минут температура тела снизилась на 8 градусов. Это, в общем-то, уже критичная температура для птицы. Ну и гипотермия очень опасное, опять же, для них состояние. Оно всегда приводит к снижению вентиляции, к циркуляторным и метаболическим нарушениям. Или анестетики выводятся гораздо медленнее. Все это приводит к затянутой реверсии, ну и часто может приводить к гибели. Вот. И дальше мы с вами посмотрим, что мы должны выполнять все зависящее от нас, чтобы птица теряла как можно меньше температуры во время общей анестезии. Да, и вот у этих пациентов, особенно у маленьких, очень короткое транзитное время прохождения пищевых масс по желудочно-кишечному тракту. У них очень интенсивный метаболизм, резерв гликогена очень маленький, поэтому высока вероятность получить гипогликемию во время анестезии у этих птиц. Особенно нужно понимать, что к нам редко приносят абсолютно здоровых пациентов. И птица, например, которая испытывает недомогание, испытывает боль в течение нескольких дней, она уже, вероятнее всего, плохо питается и уже имеет гораздо меньшие резервы, поэтому очень внимательно следите за уровнем глюкозы и ее, конечно же, нужно успевать корректировать, успевать диагностировать эту проблему. Ну, а на что же мы с вами, как врачи и как анестезиологи, будем обращать внимание, когда к нам принесли, допустим, для какой-то манипуляции под наркозом птицу? Ну, первое, на чем мне хотелось бы сделать акцент, что нам для, ну, как бы, для оценки общего состояния, конечно, очень важно видеть птицу не в картонной коробочке и не в маленьком садочке, в котором вам эту птицу принесли. Старайтесь как-то просить владельца либо приносить какую-то клетку с собой еще в дополнении к садочку, либо иметь какой-то свой вольер, куда вы можете птицу высадить и посмотреть, как она себя ведет, потому что птица, которая сидит нахохлившись, например, ни на что не обращает внимания, птица, у которой мы можем выявить какие-то трудности с дыханием, например, амплитуда дыхания не такая, как в норме, или частота дыхания не такая, как в норме, или мы слышим озвученное дыхание у птицы. Если птица сидит, ни на что не обращает внимания, это говорит о том, что что-то уже очень и очень не так. А это мы можем заметить только тогда, когда животное сидит, ну, либо лучше всего в привычной для него клетки, и не очень-то нас видит, мы подходим не очень близко, потому что птицы, как и, кстати говоря, многие мелкие млекопитающие животные-жертвы, о которых мы с вами говорили в прошлом году, также склонны маскировать свои симптомы до последнего, и когда мы лезем носом своим туда в клетку посмотреть, как он себя чувствует, он может действительно бодриться, и нам кажется, что все нормально. Но как только мы отходим, мы видим, что что-то не так. Конечно, мы при внешнем осмотре обращаем внимание на состояние оперения у птицы, какие-то участки аллопеции, например, могут свидетельствовать, конечно же, не только о наличии паразитов, а могут свидетельствовать о наличии каких-то серьезных системных заболеваний, проблем с печенью, проблем с почками, наличия цирковируса, вот, ну, и, так сказать, целый набор проблем, которые можно заподозрить, если вы видите, например, что с оперением что-то не так. Вы обращайте внимание на помет птицы, это тоже важно. Если моча и порции уратов окрашены не в белый цвет, а в какой-то не знаю, темный, какой-то явно зеленый цвет, или присутствует примесь крови, вот, то это может навести нас на мысли о проблемах либо с печенью, либо о проблемах с интоксикацией тяжелыми металлами, либо проблемах с почками. Поэтому на помет, который вы видите в клетке, тоже нужно обращать внимание для того, чтобы составить себе хотя бы предварительное такое мнение о том пациенте, с которым нам придется работать. Когда мы начинаем обследовать птицу физикально, первое, что мы делаем, это мы оцениваем индекс упитанности, потому что если птица худая, то это, как правило, говорит о том, что птица давно, давно уже как-то чувствует себя не очень хорошо. Индекс упитанности оценивается по пальпации вот этой зоны киля, и в зависимости от имеется ли вот провал, сопровождающий отсутствие мышечной массы вот здесь вдоль кости киля. Если мы чувствуем пальцем, что явно здесь имеется провал, и очень хорошо пальпируется киль, то птица истощена. Вот, норма это 3-4 примерно, ну и 5 это уже птица ожиревшая, что тоже, кстати говоря, не очень хорошо для нас, как для анестезиологов, потому что у ожиревших птиц могут быть проблемы с вентиляцией за счет сдавливания воздухоносных мешков. Взвешивание. Очень важно, да, что это позволит нам рассчитать дозу препарата, но это также позволит нам оценить динамику, особенно если животное у нас сидит, например, в стационаре, или владелица лечит его на дому, то даже небольшая, но постоянная потеря веса будет говорить о том, что что-то в нашем лечении не так, и соответственно что-то может ухудшить наши прогнозы у пациента на операционном столе. Значит, для нас, как для анестезиологов, очень важно оценить показатели циркуляции крови и гидротации, поэтому что у птицы мы можем посмотреть? Во-первых, увлажненность слизистой оболочки, но тут мы можем смотреть либо со стороны клоаки, либо мы можем оценивать увлажненность конъюнктива, также мы можем оценить эластичность кожи, в первую очередь кожи век, иногда у некоторых птиц можно оценить эластичность в области киля, но это представляется менее информативным, но такие запавшие глазки могут свидетельствовать о тяжелом обезвоживании. Показатели гемодинамики мы можем оценивать по цвету видимых слизистых оболочек, которые в норме ярко-розовые, скорость наполнения капилляров у птиц тяжеловато оценить, особенно у маленьких, но есть способ зажать медиальную локтевую вену, отпустить и попробовать оценить скорость наполнения, если оно явно около секунды или чуть больше, это говорит об эксикозе не менее 10%, то есть уже очень тяжелом эксикозе, также при тяжелых эксикозах мы с вами скорее всего будем наблюдать холодные конечности. Ну, конечно, самым действенным методом оценки движения крови по сосудам является измерение артериального давления, не у всех птиц, конечно же, это можно выполнить, но у птиц, которые весят от 300 грамм, в принципе, с помощью доплеровского датчика или питмап можно попытаться измерить артериальное давление. Как мы уже говорили, в норме систолическое должно быть уж точно не меньше 100, а вообще начинается обычно от 150 и до 250. Дальше мы с вами посмотрим в анестезии, что систолическое артериальное давление, ну, в принципе, оно в анестезии птиц единственное более-менее надежно измеряемое и в общем является одним из важнейших показателей гемодинамики. Если оно снижается ниже 90-х, это 90-а, это уже emergency. Здесь надо срочно что-то делать. Ну, что мы можем сделать с помощью фонендоскопа при осмотре? Мы можем послушать легкие, легкие расположены дорсально, мы их пытаемся послушать на спине под крыльями, воздухоносные мешки мы аускультируем вентрально в области брюшной части целома и в области шеи. Вот. Также мы стараемся аускультировать трахею на предмет различных шумов, хрипов и так далее. Ну, и сердце также на предмет патологических шумов. Пальпация брюшной части целома может дать нам информацию о наличии каких-то патологических объемных образований, например, застрявшего яйца или опухоли печени. Вот. Поэтому мы обязательно с вами еще в процессе осмотра аккуратно пальпируем брюшную часть целомической полости. Лабораторные исследования, которые, конечно, нам хотелось бы как анестезиологам иметь перед проведением анестезии, в принципе, могут быть выполнены практически у всех птиц без седации. Даже при достаточной практике у маленьких птиц, у волнистых попугаев, канареек без анестезии может быть получено достаточное количество крови для того, чтобы сделать несколько биохимических показателей. При этом вот смотрите здесь из этого набора красным отмечено то, что является для птиц наиболее достоверным в оценке биохимических показателей. Потому что, например, тканевые ферменты и в частности трансаминазы АЛТ и АСТ могут у птиц давать очень сомнительную информацию даже при очень тяжелых поражениях печени АЛТ может оставаться в норме. А вот желчные кислоты будут высокие. Поэтому для птиц желчные кислоты это основное. И обратите внимание, что мы с вами для оценки функции, например, почек не исследуем мочевину и креатинин, как мы это делаем обычно у млекопитающих. Мы используем другие методы, потому что птица относится к урикотелическим животным, то есть тем животным, у которых конечный продукт обмена аминокислот, аммиак, превращается не в мочевину, как у млекопитающих, а в мочевую кислоту, которая является конечным продуктом белкового обмена. Именно ее уровень мы оцениваем в крови. И фосфор является достаточно значимым показателем при оценке возможной патологии почек. также действительно важно смотреть ионизированные кальции и в первую очередь у попугаев, в первую очередь у попугаев жако, африканский краснохвостый, попугай, вернее он называется african grey, африканский серый, потому что у них могут быть много состояний, приводящих к гипокальцинии, а это будет приводить к очень серьезным проблемам во время анестезии. Глюкоза и гематокрит мы стараемся внимательно отслеживать, потому что у птиц есть, несмотря на то, что у них очень эффективное дыхание, у них есть свои проблемы с функцией гемоглобина, о них мы потом расскажем, и анемии для птиц гораздо более даже страшное состояние, чем для млекопитающих. Если мы видим, что гематокрит 20, то, как правило, уже требуется гемотрансфузия, есть специальные формулы расчета, о которых Анастасия Никитовна сегодня нам с вами расскажет, но если не делать подробный подсчет, а обратиться к примерной формуле, то 0,1 мл цельной крови на 100 г птиц может поднять гематокрит на 1%, но это опять же есть определенные межвидовые вариации. Если птица обезвожена, то мы с вами рассчитываем дефицит, который нужно заместить, примерно так же, как у млекопитающих, то есть предполагаемый процент дегидратации мы умножаем на массу в граммах и получаем объем раствора, который нужно птицу ввести, чтобы заместить ей дефицит жидкости. Как правило, для птиц используют растворы рингера лактата или хардмана, которые более-не-менее физиологически им подходят. Стараются не использовать 5-процентные растворы глюкозы, если нужно например поддержать состояние гликемии, то есть при падении уровня глюкозы, стараются использовать растворы солевые пополам с 5-процентной, то есть до 2,5-процентную глюкозу. Но если конечно же у нас произошла какая-то критичная падение уровня сахара, то тогда мы можем использовать концентрированные растворы примерно 50 мг на килограмм по глюкозе. И если у нас произошли проблемы с кальцием, то корректируем его как правило глюканатом из расчета 50-100 миллиграмм на килограмм. Сосудистый доступ. Практически все пациенты, которые поступают на какие-то длительные процедуры под общей анестезией, обязательно должны иметь сосудистый либо внутрикосный доступ, по которому мы можем вводить кристаллоиды, при необходимости вводить коллоиды, при необходимости вводить кровь, или вводить какие-то препараты для реанимации. И в общем-то, мы руководствуемся в своей практике таким принципом, что если предполагаемая процедура займет больше 10-15 минут, то мы стараемся установить сосудистый доступ. Либо если пациент очень маленький, то и поставить ему в сосуд ничего не получается, то можем попробовать установить внутрикосную конюлю. Что касается установки внутривенных катетеров, то их теоретически можно устанавливать вену под крылом. Она хорошо здесь видна, но я, например, не люблю этот сосуд, потому что сюда очень неудобно накладывать фиксирующий бандаж, и держится это плохо. Поэтому у кого возможно, мы ставим вену метатарсуса или цевки, да, обязательно, ну, она там видна только с медиальной стороны, видна даже у тех птиц, у которых очень плотные роговые чешуйки, ее все равно видно, и поставить вполне возможно, здесь она держится хорошо, может несколько дней стоять, и птица может ходить по своим боксу, перемещаться и получать инфузию, это вот очень удобно. Что касается внутрикосных конюль, напоминаю, да, что это очень неплохая альтернатива, потому что в нее может поступать все то же самое, что мы даем внутривенно и с такой же скоростью будет усваиваться, как и при внутривенном вливании, и когда мы с вами не можем поставить внутривенно, мы ставим внутрикосно. Обратите внимание, что здесь установлена установлена конюля в локтевую кость. Самое главное, о чем хотелось бы вам напомнить, что как бы не хотелось нам поставить вот с этой стороны в плечо, мы этого не делаем, потому что в плечевой кости у птиц находятся полые воздухосодержащие полости, которые соединяются с воздухоносными мешками. Если мы начнем влить туда растворы, то мы можем птицу утопить. Поэтому удобнее всего поставить в локоть. Значит, в плане подготовки к анестезии мы, конечно, с млекопитающими, когда работаем, мы им всем говорим, ну, по крайней мере, тем, кто склонен регургетировать, мы им говорим, что вы должны какое-то время животное не кормить. Что же у птиц происходит? На самом деле, птицы тоже регургетируют, и многие регургетируют очень тяжело. Ну, вот по нашей практике, например, крупные орлы, крупные грифы, если им не выдержать какой-то период голода, могут регургетировать огромным количеством содержимого желудка, и это может привести к аспирации. Вот, поэтому, конечно, какие-то разумные рамки здесь нужно соблюдать, но, как мы с вами помним, интенсивнейший метаболизм, возможность наступления гипогликемии не дает нам, к сожалению, здесь разгуляться, поэтому маленькие птички не должны голодать вообще. Вот до 100 грамм, то есть волнистые попугайчики, гонорейки, там неразлучники, голодание для них противопоказано, потому что даже небольшой период без еды и потом общая анестезия, как правило, это заканчивается гипогликемией. Птицы до 300 грамм, до 3 часов могут голодать, птицы с массой до 1 килограмма это 6 часов, ну и более 1 килограмма крупные там хищники, падальщики могут голодать 8 и 10 часов без серьезной угрозы гипогликемии и кроме того для них это важно. мы в практике своей сталкивались уже с такими, так сказать, вот ошибками, которые были вызваны серьезной регургитацией и потом мы вот с этим боролись, пытались лечить, вот, но некоторых пациентов потеряли, поэтому вот с такими животными, как, например, грифы, конечно, нужно соблюдать голод. при медикации медикаментозной холинолитики, которые мы применяем нашим млекопитающим, чаще всего у птиц в рутинной практике не используются, тут даже непонятно, чего больше они могут принести нашему пациенту вреда или пользы, может быть, для каких-то врачей, каких-то пациентов ценно и важно, чтобы, например, снизить секрецию бронхов, да, но здесь нужно также иметь в виду, что холинолитики, помимо того, что тормозят секрецию, они приводят к тому, что бронхиальный секрет сгущается, из него могут образовываться такие слепки, которые у маленьких птиц могут приводить к ухудшению дыхательной функции, вот, и поэтому, ну, поэтому, и также по еще нескольким причинам холинолитики не нашли своего рутинного применения в предоперационной подготовке у птиц. Упреждающее обезболивание, предварительное обезболивание, если мы с вами сталкиваемся с какой-то проблемой, которая вызовет серьезные какие-то боли, интрооперационные и послеоперационные, то мы с вами как анестезиологи помним, что мы должны применить анальгетик до наступления болевого стимула, поэтому это очень важно и используется всегда, если предполагается болезненное вмешательство. Ну, и седация может быть полезной опцией перед индукцией в наркоз для многих пациентов. Значит, вы не не старайтесь изо всех сил записывать дозы, потому что в принципе доза это последнее, что смотрит анестезиолог перед тем, как что-либо делать. Вот, самое важное, чтобы вы понимали принцип работы с тем или иным пациентом. Ну, и кроме того, у птиц вариация дозировок просто чудовищная. Она может в 10 и более раз отличаться от вида к виду и от справочника к справочнику. Поэтому, ну, здесь я привожу вам усредненные дозы по нестероидным противовоспалительным средствам, да, это китопрофен, карпрофен и мелоксикам. Вот, и усредненные дозы по опиоидам, по бупринорфину и бутерфанолу. Ну, опять же, не примите это как стопроцентное руководство к действию, потому что для каждого вида птиц вы должны посмотреть, посмотреть рекомендуемые дозировки, посмотреть результаты исследований, почитать статьи и понять, какую дозировку вы выберете для того или иного вида птицы. Из седативных средств, которые используют медикаментозные при медикации, лучше всего и безопаснее всего использовать бензодиазепины, это диазепам или медазолан. Дозы здесь также, видите, варьируют в 10 раз, вот, поэтому, опять же, ориентируйтесь по справочникам, ориентируйтесь по своему опыту. Также хорошо, что эти препараты мы теоретически можем реверсировать, у них есть антидот, называется фулумазенил, правда, его очень сложно купить и он дорог, но, тем не менее, у этих препаратов есть такая опция. Говоря об индукции в наркоз, мы можем здесь пройти несколькими путями, и, конечно, это зависит от пациента, это зависит от той процедуры, которую мы пытаемся выполнить, вот, но у птиц, конечно же, самым управляемым наркозом, и, наверное, статистически все-таки самым безопасным будет являться ингаляционная анестезия, мы можем ее выполнять в монорежиме, без всякой примедикации, без дополнительных препаратов, тогда, когда мы не собираемся делать ничего болезненного, например, нам просто нужно получить качественные рентгеновские снимки, нужно, например, сделать КТ, получить мазки для бактериологического анализа, установить какие-то катетеры, ну, то есть, какие-то вот такие вот короткие неболезненные манипуляции, в этой ситуации не требуется никакой примедикации, никаких дополнительных препаратов, мы индуцируем животное в анестезию изофлураном или севофлураном, при этом, если у вас нету, допустим, каких-то дорогих коммерческих масок, вот, то для птиц разных размеров вы можете использовать разные опции, это могут быть шприцы, это могут быть пластиковые бутылки, для птиц с длинным-длинным клювом, таким, как, например, журавли крупные, это могут быть либо специальные пакеты, ну, не специальные, а хендмейт пакеты, да, которыми мы тоже можем воспользоваться как маской. Ну, вы уже, много слышали, и не буду повторяться о том, что ингаляционные анестетики, используемые в монорежиме, это тот анестетик, который элиминируется из организма в течение нескольких минут буквально после прекращения его подачи, не оставляя за собой токсичных метаболитов, вот, конечно, для вот таких процедур мононаркоз с анестетиками газовыми последнего поколения, то есть сева и иза, это самая лучшая опция. Установка эндотрахиальной трубки, на самом деле это обязательная опция у птиц в большинстве случаев, если процедура длится более 10 минут. Как мы с вами уже видели, интубировать птицу довольно-таки легко, у нее гортанная щель открыта, но вопрос встает об интубации птиц с массой менее 100 грамм. В чем же здесь проблема? Дело в том, что ширина их трахеи, например, если возьмем волнистого попугайчика, то там примерно 2,5 миллиметра. То, что мы можем использовать для того, чтобы засунуть в эту трахею, имеет внешний диаметр примерно 2-2,5 миллиметра, а внутренний диаметр миллиметр или меньше. И есть исследования, которые доказали, что если из одной трубки диаметром 3 миллиметра воздух начинает поступать в трубку диаметром 1 миллиметр, то это в 7 раз затрудняет скорость прохождения газов по этой трубке. И, конечно, это вызовет достаточно серьезное сопротивление дыханию. Поэтому, извините, честно скажу, что на практике мы очень редко интубируем птиц такого размера, хотя, конечно, если у нас действительно планируется длительная и болезненная процедура, когда у нас очень глубокая анестезия, мы, конечно, это делаем, но в любом случае тогда эти птицы вентилируются искусственно, мы не позволяем им пытаться дышать самостоятельно. Значит, при интубации трахеи, помните, что трахея у птиц имеет замкнутый хрящевой каркас, она не может растягиваться, и если мы с вами используем трубки с обтурирующими манжетами, то буквально 10-15 минут времени сдавливания вот этой обтурирующей манжетой слизистой трахеи изнутри может привести к ишемии или к очень серьезному воспалению, и потом разовьется стриктура, которая может практически полностью перекрыть просвет трахеи, и птица погибнет. Поэтому большинство авторов, и мы также стараемся использовать трубки без манжеты, но есть такие ситуации, например, когда использование безманжетной трубки не позволяет проводить вентиляцию под положительным переменным давлением, прибор не работает без окклюзии. Поэтому есть действительно случаи, когда мы используем обтурационные манжеты, но мы стараемся, чтобы давление в них не превышало 5 мм водного столба, это максимум. Ну, если проверять пальцем, то она должна прямо легко продавливаться, и в ней должны оставаться вмятины. максимально минимизируем давление на трахею изнутри. А вот теперь вспоминаю вам в воздухоносных мешках и о том, что газообмен у птиц происходит, когда воздух двигается от каудальных мешков вперед к голове. 70% газообмен происходит именно в этот момент, поэтому птица может дышать с другого конца. И есть ситуации, когда, например, нам нужно оперировать что-то на голове или в ротовой полости, а эндотрахеальная трубка нам будет очень серьезно мешать хирургу, то в этой ситуации мы можем интубировать птицу с обратной стороны, либо в абдоминальной, либо перед конечностью в каудальный грудной воздухоносный мешок и подсоединять наркозно-дыхательную систему вот с этой стороны. При этом в исследованиях было доказано, что при высокопоточной анестезии с обратной стороны у птиц развивается апноя из-за наступления гиппокапнии. И проводилась анестезия в течение 60 минут без создания искусственных дыхательных движений, то есть просто прямотоком сзади наперед, что не вызывало никаких серьезных проблем у птицы в течение 60 минут она дышала просто, ну вернее у нее происходил газообмен просто за счет тока газов из каудальных мешков через парабронхи и наружу в сторону трахеи. Вот, но мы, конечно, стараемся прямоточно не делать, потому что это забирает очень много влаги и очень много температуры у птиц вот такой поток поэтому даже если мы интубируем с обратной стороны мешок то мы все равно используем методики вентиляции IPPV вот, также эту методику можно использовать тогда, когда по какой-то причине произошла обструкция верхних дыхательных путей и птица просто не может дышать естественным путем такая трубка может быть зафиксирована на несколько дней и птица может с ней ходить и дышать на самом деле манипуляция выполняется достаточно легко вот у нас когда были курсы последние в мастер-классы в московском зоопарке вот людям очень понравилась эта опция и все с удовольствием интубировались в духоносные мешки комбинированные протоколы ну это в общем то что должно использоваться при любых болезненных оперативных мешательствах опять же привожу вам здесь без дозировок а только комбинации возможные для птиц это альфа-2 с кетамином бензодиазепин с кетамином комбинации тройные альфа-2 бензодиазепин и кетамин или альфа-2 с телетамин золозепамом да действительно можно делать эти комбинации с телетамин золозепам я их не очень люблю потому что реверсия от них гораздо более все-таки длительная и затянутая по сравнению с теми протоколами в которых мы используем кетамин ну мы с вами посмотрим вот сейчас один пример операции чтобы вы поняли так сказать в какой последовательности это все делается вот поддерживают как правило птиц все-таки на ингаляционной анестезии можно конечно устанавливать ИПС пропофола но такая анестезия будет гораздо менее управляемой чем использование ингаляционных анестетиков вот и в процессе проведения операции можно также ставить инфузии с постоянной скоростью опиоидов или кетамина ну или использовать можно региональную анестезию но региональную анестезию птицы это достаточно сложная тема и вообще как бы ее эффективность не всегда ну вернее мы больше ожидаем чем на самом деле получаем наверное это потому что мы ну вот наша например команда мы еще не владеем методиками ультразвукового нахождения необходимой точки и работы с стимуляторами именно с птицами вот поэтому наши попытки иногда например провести там региональную анестезию плечевого сплетения где-то в процентах в сорока оказываются ну просто неэффективными вот ну на самом деле это тема для отдельной лекции регионарка у птиц сегодня мы на этом останавливаться не будем сколько у меня по времени еще значит при индукции в наркоз что мы с вами оцениваем конечно мы оцениваем глубину анестезии первое что у птицы пропадает пропадает рефлекс переворачивания то есть мы можем уложить ее на бок или на спину пропадает тонус крыльев и пропадает реакция на сжатие стопы так называемый педальный рефлекс когда наступает второй третий уровень хирургической стадии тогда когда мы можем уже с вами работать идеальным считается что веки у птицы закрыты зрачки при искусственном открытии века слегка расширены с умеренной реакцией на яркий свет а мигательная перепонка при прикосновении кроговицы глаза медленно двигается вверх вниз вот это считается идеальным набором рефлексов у пациента на втором третьем уровне хирургической стадии но для полной уверенности насколько пациент у нас хорошо спит у птиц точно так же как и у рептилий мы используем все-таки пробу болевого раздражителя то есть это щипок в каком-то ну таком чувствительном месте либо где-то около клоаки либо в области протопотагиума вот если никаких реакций ни внешних ни на мониторе мы не видим то соответственно мы можем дать команду хирургу начинать свои действия рутинная операционная поддержка пациента значит здесь важно помнить что для птиц с массой менее 6 килограмм мы используем только нереверсивные системы то есть без адсорбера с высоким потоком и этот поток должен составлять не менее 200-250 миллилитров в минуту если мы сделаем меньше то птица начнет вдыхать отработанный углекислый газ который не будет выводиться из системы мы используем постоянный обогрев и делаем все для того чтобы птица не потеряла температуру а что мы можем сделать кроме обогрева это минимизировать удаление перьевого покрова с операционного поля то есть не нужно выщипывать всю птицу постараться не использовать для дезинфекции спиртсодержащие растворы потому что это усилит испарение да вот и использовать грелки лучше всего если это будут воздушные грелки ну можно использовать водяные что касается электрических грелок то это вообще не очень хороший вариант ну и все растворы которые мы с вами вводим в рутинной интероперационной поддержке как правило объем это 5-10 миллилитров на килограмм в час мы вводим обязательно подогретыми в процессе анестезии мы с вами должны оценивать обязательно частоту дыхания и не только частоту но и дыхательный объем это очень важно потому что вот те самые насосы да воздухоносные мешки должны обязательно наполняться и опорожняться для того чтобы ток по парабронхам у птицы соответствовал норме и происходил нормальный газообмен если у нас например пациент лежит в каком-то положении когда вот эти самые мешки не могут нормально раскрыться то что птица ведь она дышит за счет чего за счет движения каракоида ребер и брюшной части целома и только когда вот эти вот все три функции включены только тогда мешки могут нормально расправляться и наоборот спадаться и поэтому даже какой-то небольшой там не знаю груз там цапки какие-то которые лежат на животе у маленькой птицы могут привести к очень серьезной дыхательной недостаточности некоторые авторы рекомендуют учитывать положение даже птицы на столе потому что в дарсальном положении компрессия воздухоносных мешков может быть выше и многие авторы рекомендуют даже если мы оперируем что-то на целоме и делаем разрез на животе грубо говоря да то все равно не класть птицу строго на спину а чуть-чуть придавать ей косое положение поэтому за частотой и самое главное за дыхательным объемом мы смотрим очень внимательно пульсоксиметрия это очень хороший способ получить информацию о частоте сердечных сокращений но не очень хороший способ получить информацию об истинной насыщении гемоглобина кислородом потому что гемоглобин птиц немножечко отличается от гемоглобина молекопитающих мы услышим это поподробнее еще сегодня вот поэтому пульсоксиметр конечно мы можем использовать но верить до конца показателям сатурации к сожалению нельзя частота и ритм сердечных сокращений мы можем отслеживать по электрокардиограмме можем использовать доплер можем его даже крепить в области входа в целомическую полость около шеи и получать информацию с доплера практически во время всей операции или использовать можно изофагиальные фонендоскопы которые тоже довольно таки удобны для регистрации частоты сердечных сокращений капнография очень важная опция мы как анестезиологи знаем что она говорит нам не только о дыхательной функции но еще и о циркуляции о метаболизме если у вас есть возможность использовать капнографию то это очень хорошая опция и для птиц норма будет составлять от 21 до 30 7 ну и температура тела да конечно обязательно мы вводим датчик либо в пищевод либо в клоаку глубоко и стараемся чтобы пациент не потерял температуру реверсия ну если мы с вами использовали просто ингаляционные анестетики в монорежиме то она занимает не больше 3-10 минут вот если же мы использовали в своих комбинациях альфа-2 если мы использовали диссоциативы конечно же это будет дольше но пациент во время реверсии обязательно должен получать дополнительный кислород тепло находиться в каком-то таком месте где он не может травмироваться особенно птицы с длинной шеи вот ну и не забывайте о том что весь постоперационный период пока сохраняются болевые ощущения мы должны обязательно использовать анальгетики ну как я обещал просто чтобы вы посмотрели до последовательность действий мы можем посмотреть вот одну процедуру это молодой журавлый красавка самка у нее тяжелый высокий перелом плечевой кости при том старый уже очень инфицированный с остеолизисом вот и ей предстояло выполнить высокую ампутацию крыла значит что мы делали при медикации мы использовали китопрофен 4 мг на килограмм и бутерфанол 1 мг на килограмм подождали 30 минут после этого индуцировали ее смесью из медозолама и кетамина медозолам на килограмм кетамин 25 вот и получили глубоко сидированную птицу с нормальными физиологическими показателями и дальше мы устанавливали внутривенный катетер сразу же и для того чтобы начать выполнять дальнейшие манипуляции там рентгеновские снимки интубацию трахеи мы углублялись пропофолом здесь было достаточно полутора миллиграмм на килограмм вот помните что пропофол точно так же как и млекопитающих может угнетать серьезно дыхательную функцию вот поэтому обязательно птица которые вы либо вводите болюсно либо устанавливаете на ЭПС пропофол обязательно должна быть интубирована так вот после введения пропофола она она была интубирована и дальше уже поддерживалась в нереверсивной системе для индукции изофлурант поступал в поток из расчета 5 объемных процентов как только мы достигли необходимого уровня хирургической стадии поддерживалась она на 1-1,2 объемных процента и получала ЭПС кетамина 0,3 миллиграмма на килограмм к сожалению здесь ошибка на килограмм в минуту вот и в общем-то это позволило провести достаточно ровно без каких-либо серьезных физиологических нарушений операцию она длилась достаточно долго потому что высокая ампутация у птицы это такая не очень простая вещь вот после операции птица получала обогрев кислород и инфузию кристаллоидами 8 мл на килограмм в час вот опять же здесь очень важно следить для птиц с длинной шеей чтобы голова находилась вот здесь она в маске голова чтобы она находилась чуть выше тулыщи это очень важно вот ну и последующие дни вот видите она ходит с катетером да получает свои инфузии в последующие дни она получала аналоксикан ну и буквально уже через 5-6 дней вернулась к полноценной жизни вот такой протокол может быть использован в общем для большинства птиц которые ну являются достаточно крупными да хотя бы от 300 грамм вот все что касается попугайчиков маленьких там немножечко по-другому ну и этот протокол позволяет достаточно безопасно и достаточно эффективно проводить болезненные операции ортопедические и операции на целоме вот и мы чаще всего используем именно эту схему спасибо за внимание сейчас у нас спасибо за субтитры спасибо за субтитры